Всем привет, с вами Том, а то мы можем начинать трек на 4 аж минуты, я выключила чуть-чуть позже, потому что я составляла список на розыгрыш, да, я такая, ну не составляла, а вбивала в колесо в последний момент, всем привет, да, музычка, если что, это бу-бу-бу-бу-бу, как она, группа, господи, называлась? ДНС, я только вчера составляла список, такая, непорядок, ДНС в июне не подписывался, спасибо больше за поддержку, но я тебя все равно вписала, конечно, что ты и донатил, и в это самое, у нас будет розыгрыш за 2 месяца, так, дайте я про трек скажу, бота, май бой, это эндинг Шугачары был, ура, и наконец-то мой первый визит в рулетке, да, Дэн Барман, ты тоже обязательно будешь, большое спасибо за поддержку, всем привет, ех, ю, короче, мы сегодня разыгрываем аж 2 игрушки за май и июнь, то есть 2 игрушки за 2 месяца, и я выписала и тех, кто, ребята, были оба месяца, ну, в смысле, 2 месяца, либо май, либо июнь, либо и май, июнь были под, да куда вы все, не туда лезете, вот, и вот 300 рублей донатеров тоже всех выписала, короче, вот у нас 2 кандидата, все, я не соображу, как их в камеру показать, я сегодня такая какая-то рассеянная, с какой стороны это морда, вот, они очень похожи, в принципе, по цветовой гамме, потому что связаны из одной пряжи, такой, это как слаймы, знаете, такие, бегают друг на друге, короче, окей, все, кстати, 2 часа, ну, она немножко отлежалась, она лежала все это время в пакете, но все равно немножко торчит волосы у нее сзади, так что имейте ввиду, кто заберет, вы можете, конечно, попробовать ее еще где-нибудь отлежать, но она у нас такая своенравная, да, мы будем разыгрывать 2 часа и этого, кекса черничного обоих, да, я дам 3 часа, я же ее и делаю, чтобы разыграть, днс пишет, возникли некоторые трудности, ну, я проверила, посмотрела твою страницу вконтакте, смотрю, ага, посты пастись, значит, все окей, как минимум, ничего такого не случилось, нифига не огромные, ну, да, короче, кекс такой, большой достаточно вышел, по сравнению, где-то раза чуть в полтора больше, чем обычный кексик, такой, и можно, я не знаю, бить кого-нибудь, он мне напоминает покемона, как же, покемон травяной, опять я забыла его имя, шу, чего-то там, точнее, смуршу, или что-то там, какой-то, а, неважно, так, Аня, в инсте не видала, а ты давно кидала, я не это самое, не проверяла последние 2 часа, не инсту, не как вконтакте, так, 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 медузка, да, он мне только не отвечает, что вы так вот, он мне только не отвечает, наоборот, кому-то очень повезет, как же я скучаюсь за неважным узончиком, че, душенька, грешный вечер, и будет ностальгия, полная ностальгии, кстати, о, это Сакура у нас сегодня, но я, наверное, оставлю эти треки, там, на перерыв другая будет еще, если у нас будет перерыв, потому что на первый перерыв я подготовила Эквестер Геллс так, еще ничего не пропустили, давайте начнем, как всегда, новости, потом розыгрыш, потом немножко скриншотов Роуз и Валет, потом Эквестер Геллс на перерывчик, и потом Слайм Ранчер, вот Вроде я все огласила, но она же такая няшка, ну, няшка, ну, если мне очень приспичит, я себе вторую няшку сделаю, не переживайте Вот, у меня почти игрушек вязаных не остается, только Лира Бонбон и там самые первые две Флати и Селестия, которые были тестовые Все, что я делаю, я открываю, открываю я, я даю фан-нарты, их мало Вот, и, возможно, вы кидали еще куда-то, но я, значит, не нашла, значит, следующую подборку включу Захват экрана, раз Кекс, это от Ёршика кекс, да, вот, вот тот же самый, что мы только что смотрели Далее у нас две части Inspiration, девочки Далее у нас Что-то на базах Вот, и вот такие две части Inspiration Тут такая морда милашная, смотрите, такая И вот последний фан-нартик на сегодня, их сегодня очень мало Если вы куда-то что-то кидали, я пока не нашла, найду попозже Ну, или можете мне еще раз куда-нибудь кинуть, чтобы я точно увидела Так, и новости, 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 вы не поверьте, сегодня интересные Внезапно у нас сегодня интересные новости, более-менее Сакура с крыльями, это костюм с демоническими крыльями, да Но это не официальный принт, это какой-то, типа, на рынке все дела, там, знаете, вот это все Я как-то их меньше представляла Нет, это большие кексы Так, у меня что-то донейшн-алерт с местами отваливается, но если что К идее должна пройти Шрумиш, да, шрумиш, шрумиш, точно Вот это, шрумиш Но он такой же там с юбочкой просто и по форме похож Так, да-да, Роуз и Валет, да, ей Посмотрим, я буквально ими денек поиграла Там, вчера у меня так все достало, я уже устала работать Я такая, вообще, не буду ничего делать, буду играть Часик поиграла Короче, новости, начинаем мы с хорошей новости Летний перерыв с Восьмого сезона Малитл Пони Закончится уже 4 августа То есть у нас буквально месяцок подождать И будут новые поняшные серии В этом году перерыв совсем недолгий Да и в том году, по-моему, был тоже там в районе полутора месяца Месяцов Вот, так что ожидаем 4 августа и новые серии поняшек Ждем, ждем, ждем Пока мы их ждем, нас порадует Эквестра Геос, потому что уже Седьмого июля То есть буквально через недельку Выходит новая полнометражка Короткометражная Роллер Роллеркостер Офф Френдшип Это переводится как Американские игры дружбы Роллеркостер Это вот это именно американские горки То, что мы называем Это тот самый special про парк развлечений 60 минут То бишь 5 часей по 10 минут Плюс реклама Выходит сначала на Discovery Family Потом в сентябре, по идее, должны выходить кусочки на Ютубе Но, как мы понимаем, на Discovery Family Оно когда выйдет То все мы, конечно, с вами и посмотрим Вот, так что совсем скоро Буквально очень быстро анонсировали Прям тизеров пока никаких не было Но я надеюсь, что действительно будет 7 июля Потому что, ну, ждем официальные тизеры от Discovery Family Это информация с заптуита Но у них обычно, как бы, не врут Не врут товарищи Так что ждем Ты знаешь, что началась повторная акция с переверстышами? Конечно, я знаю Сейчас я по ней расскажу Pinkie Pie, Snack, Psychic Новая короткометражка Но мы посмотрим сегодня предыдущую Потому что она на русском А это только на английском Русскоязычная будет сегодня вечером Когда, возможно, вы смотрите эту запись Хотя, кстати, по поводу записи стримов У меня сейчас получается такая ситуация Что вот эти записи новостные Мне приходится выкладывать утром в воскресенье Потому что они на монетизацию проверку уходят Вот А новости, соответственно, вечером в воскресенье Потому что они по 8 часов висят на проверке у Ютуба Это вообще жесть какая-то Я не могу их сразу опубликовать После того, как их загружаю Вот, выдохнуло Тут чувство, когда я не смотрел восьмой сезон Эдель пишет Sims на пяти утра играла Да, Sims имеет свойство затягивать Такой становишься потом с красными глазами Такой плачешь весь визуал Короче, пони-ферма от GameLoft Во-первых, у нас была в начале недели До помощи в конце прошлой Коллекция вернулась со стажерами И Винди Виселс У меня она собрана У меня нету Это скорее с телефона Вот это конкретно А вот это скрины из группы Стажерка была в отеле Вот У меня все это давно есть Поэтому такие вот скриншотники Дальше были у нас же ребята Коллекция с начинающим археологом Это было в середине недели Вот такие дорогие поняшки Скидадл, конечно, меня порадовал Он тогда во время акции висел за 80 камней А такой сейчас оп! И 180 камней И это еще со скидкой Так что молодцы, кто успели скидадла взять У меня не было тогда камней Вот И как бы я не смогла его себе взять Ну и ладно И ладно Вот Возможно еще будут повторяться акции Так что может мне еще скидадл Когда-нибудь через годика полтора и светит Хотя годика через полтора Наверное уже игру закроют Ну да ладно И баннеры с же ребятами И да, вчера стартовала повторная акция С Фарингсом И причем она стартовала у всех Даже кто ее проходил внезапно Не знаю, баг ты или фича Ну да, ну по крайней мере Я так понимаю За исключением каких-то глюков В основном у всех она есть Если вы ее проходили У вас в призах просто будут камни Ну не считая соцчасти Там, где пони Вот Причем камни достаточно много По 50 камней Это достаточно щедро Потому что обычно Геймлофт такие Но Вот 10 камней вам и хватит А тут такие Хопа и 50 То есть имеет смысл проходить Ну ладно Вот тут время на 10 Тут 50 Тут вообще 50 150 Короче Имеет смысл поиграть Конечно же Тем, кто уже проходил Просто поднакопить камушков Вот И оппа Гангам стайл Со старлайт И баннер в спинке Хорошо, что лето не надо на учебу Да, можно поиграть в симсик до 5 утра Хорошо, дальше Что у нас сегодня на роду? 36 человек Все, наверное, на дачах И на лагерях И прочее, прочее Ну да ладно Дальше Новости игрушек Новые промки Новые промки Это промки второго полугодия Два новых наборчика С Cutie Mark Crew Это вторая волна Она посвящена Вечеринке Вот так вот Вот видите Вечериночный такой Символ Вот Первый у нас кафетерий Вторая вечеринка И первый сет называется Party Performers Короче, они типа выступают На этой вечеринке Музыканты А-ля Вот И в сюрпризе Там винилка с барабаном Вот И второй сет Party Style Это у нас типа Модные дизайнерские девчули Sequestria Girls Набор И Рерка Да, в сюрпризе Такой промки Спортит весь сюрприз Честно Вот Также Появились промки Набора с Pinkie Pie И Как он называется Bumper Cars And Candy Fun Короче С этими Аттракционом С машинками И сахарной ватой Ларком Очень много всяких Атрибутов Тут у Pinkie Это вот как раз таки Набор по паркур-развлечению Как раз в тему Да, он выходит через неделю Фактически Ну будем на это надеяться По крайней мере Пока Пока что запту И не подводил И Наконец-то нам выложили Промку Pinkie Промку Flatie Я показывала в прошлый раз И промки остальных Утекали до этого То есть Волна у нас получается А, и промки Короче у нас волна состоит Из вот этого большого сета Двух сетов С рарити Applejack Там с небольшим количеством Сладостей И в случае рарити Украшенческих штук И 6 синглов Вот И все Мини-волна Вот такая у нас Pinkie Дальше Также промка Best Gifts Ever И как мы видим По этой промке Та рарити Господи Та кейденс Которая утекала На Таобау Это все-таки Настоящая игрушка Игрушка А На промках В феврале Это был Прототип Там у нее крылья были непрозрачные И сама она чуть другого оттенка была Вот Это уже финальные промки И сет выходит в США в августе Ну будем надеяться Что у нас может быть К концу года Подтянется Очень милашенький Я даже в вишли закинула Дальше По поводу Cutie Mark Крю Хорошая новость В официальной группе По Малитл Пони Российской Написали Что они появятся у нас В сентябре Ну речь конечно О первой волне Которая по столовке То есть Первые 24 поняшки И наверное сеты Но не точно Ну скорее всего И сет и осталось вопрос Сколько это все будет стоить На этот вопрос Ответа пока нету Так что Ожидаем Но как минимум Они точно будут завозиться В Россию Дальше Фигурочки И прочая продукция От компании Fiam Automazione Automazione Короче Какая-то итальянская компания Которая в основном Занимается наполнением Венинговых машин Которые вот Которые крутить Оттуда падают Вот этих вот Автоматов Да И я так понимаю Что возможно Это и там В этих машинах бывает И просто Как-то они их продают В общем Всякая резиновая продукция Фигурки На болте Которые журнальные Сейчас Эггмант Тоже выпускал На этом же молде Вот Только на подставочках Также Значки Там два размера Есть Есть побольше Есть поменьше Это самое огромное 95 миллиметров Такие Да 9 сантиметров Значок Представьте Лизуны В коробочках С поняшами Это я не поняла Чего Какая-то Что-то странное Что с этим Надо делать Я не знаю Смотреть В отверстии А что там В отверстии Что-то Что-то интересное Очевидно И часики Вот В общем Это такая Европейская Продукция Дальше По поводу Комикона В Сан-Диего Который Стартует 18 Этого Какого 18 Июля То бишь Меньше чем Через парочку Недель Троечку Короче Хасбро до сих пор Молчит Скорее всего У нас опять не будет В этом году Поняшного именно Эксклюзива От Хасбро Будет Суровая Твайлайт Которую я Конечно же Не скинула Вам фотки Сейчас Подождите Так Я Попробую Не Я думаю Это бесполезно Короче Помните Та большая Твайлайт Которая Была В костюме Стар Стар Свирла Ах 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 Так Сейчас Я попробую Ее найти Короче Эксклюзива От самого Хасбро Скорее всего Опять не будет Походу Они забили На эксклюзивные Пони Но будет Эксклюзив Поняшный От Амазона Вот это Дура Сейчас Я ее скопирую Чтобы Пони новости Потом Может сразу Вставить Сюда И пожалуйста Можно Мне это Вот сюды Туды мы Сюды мы Короче Вот Будет Вот эта Твайка От Амазона Она на Амазоне Продается Но возможно Она будет продаваться И на самом Камиконе Я не знаю Но как бы Это можно считать Теперь эксклюзивом Хасбро Наверное Потому что Самого его Личного эксклюзива Они не делают По крайней мере Тут осталось Всего ни в чего Они все вроде Остальное Нотировали А по ней нет Поэтому скорее всего Вот это максимум Что нас ожидает Эксклюзивного В этом году Зато будут Значочки Металлические От Вот эти Значочки От Тонг 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 Вот Посвященные Треступоделятию бренда И может быть Будут значки От Компании Ашоп Колод Квест Там будет набор Значков По лицензии Хасбро На промках Которые они Публиковали Там не было Поняш Но может быть Они будут в сете То есть там Целый сет будет Короче Ничего интересного По поням На комиконе В плане мерча Что-то походу Не предвидится Но возможно Еще что-то объявится Еще 2-3 недели осталось 2 или 3 Ну вы поняли 2,5 Не медали Насколько я помню Флэша не особо любит Я никак Не Че Убежали Убежал Не понимаю Почему Мужик конечно Не очень Но чтобы так Прям ненавидит В фандоме Не понимаю Чего-то Флэша не любит Потому что Он Посмел Заигрывать С нашей Твайлайт Как же так Она же наша Пони Ну и все В таком духе Ну просто Многие противники На самом деле Отношений Поняшек Романтического плана Поэтому Флэша все Не любят А еще его не любят Потому что Его мало раскрыли И он Был какой-то Ну никакой Так Все Больше вопросов Не было Почти Выполнила Задание Для веселой стажерки Не хватило Только Чего-то там Печалька К нам Завезли Пони Ластики Я у нас Кстати не видела Бегематики Остали куклы Диджея Пон 3 Которые Еще большие куклы Или Минисы По поводу Дальше Значит Tales of Equestria Starter Set Это стартовый набор Настольной игры Tales of Equestria Для тех Кто хочет попробовать Свои силы Но не хочет брать Большие коробки Тут буквально Rulebook Storybook Листы для заполнения Навыков И фишечки Достаточно прикольно Все выглядели Жалко что в России Опять таки Это все не продается Это и в США Это не особо востребованы Настольные игры Сейчас Но вот Фоточка красивая Кстати я В группу как-то кидала Переводили Rulebook Начальный Кто-то На Табуне Короче был пост Когда тогда Давно было Можете по поиску Поискать Если хотите Вот Дальше Friendship Run Традиционный Марафон В Индонезии Проходит По-моему В столице у них Как его столица Называется Джакарта Вот В этом году Пройдет 12 августа На мой день рождения И Традиционно Они делают Комплекты мерча Для участников И в частности В этом году Туда входят Футболочки Сумочка Бандана Носочки В этом году Входят Ну естественно Номерной знак Но это как бы Комплектом сувенирки Не считается Ну на грудь Какой ты Номер у тебя Бежишь Вот И просто Я вам скопировала мерч Потому что Мне кажется Очень миленький Вот Так что Будут они бегать Как обычно Достаточно хорошее мероприятие Там и семейные забеги есть И как бы взрослые То есть Чисто по фану То есть Понятно Это не как бы Не том кто Тотом первый пробежит А просто марафон На то чтобы пробежать Определенную дистанцию И вот такие медальки Даются По-моему Даже всем они даются Чисто за то Что ты участвуешь И ты пробежал Это 5 километров Пекиньте Вот Дальше DVD диск Хайлэндский сборник Выходит в сентябре Естественно Не у нас Включает Серии 28 пранков Тем самым Комферты Сказки у костра Ченча Ченчинга Извини Ченчинга И Шэдоу Плей Часть 1 и 2 Это финал Седьмого сезона Ну короче По последним двум сезонам Такие Более темные истории Которые Вот Ну Понятное дело У нас Не выйдет Дальше Новинки в магазинах Вышел новый журнал Молитл Пони Внезапно Только тот выходил Уже вышел Новый Но это не номерной Это спецвыпуск Вот я обращаю внимание Что это спецвыпуск И он идет В комплекте С часиками Которые являются Проектором Журнал Часики И короче Такие вот Огромные часы Это рука взрослого человека Чтобы вы понимали И Вот такие цветные картинки Там проецируются Там Главная шестерка Пара общих И Что-то еще Я забыла Что она написала К сожалению Короче Цветные соображения Проецируются Там Лампочка есть И вот такой вот Игрушечка Похожие были на Али И похожие Как-то давно Мелькали в детском мире Еще Ну короче Такое вот Занятное занятие И спецномер По соответственно Дэше И Вандерболтам И постеры Вот вам Я наверное брать не буду Но если вдруг Любите Дэше Вандерболтов И часики Можете посмотреть Футболки классные Да В США Они востребованы Насталки Не так востребованы Как это было В 80-х 90-х То есть Нет конечно Сейчас там Есть еще Определенный процент Людей Которые играют В настольные игры Иначе бы не делали Такой мерч Но естественно Современные Компьютерные игры Их жестко подвинули Мягко говоря Поэтому Нет А там это можно Все купить конечно Но И там это знаете Не то что прям На хайпе Что там вот знаете Все сидят И играют И все такое И минницы И большие Из Рэймбоу Рокс Да бегемот С Рэймбоу Рокс В свое время отжег Они столько их закупили Что до сих пор Продают Потому что 4 года Продают Те самые Буквально перед стримом Посмотрела ваше видео С обзором фигурки И журнал Заметила на развороте Комикса Где Вандерболт Там приклеили ракетки На соседней странице Санберс На себя не похож Ни ворогая челка Ни его Да Там очень не похож На себя в Санберсе Я не стала на этом Акцентировать внимание Когда смотрела журнал Но да Он там какой-то сам не свой Мне казалось Сейчас настолки Это новая мода У нас в России Настолки Сейчас стали возрождаться Но Но это все равно Очень нердовская среда Если Видеоигры популярны Среди всех Слоев Там Школьники Старшие Поколения И так далее Вот И как бы То Настолки Это все-таки Удел именно Нердов И Как бы Сами понимаете Что Далеко не все Считают Нердов Чем-то хорошим И далеко не все Не массово Это все Интересует Людей Как музыка На виниле К примеру Ну вот музыка На виниле Знаете Тоже Не для всех Мягко говоря Хотя бы по цене Но это не массовый Продукт Это нишевый продукт Что уж говорить Дальше Оказывается Модис В начале этого года Где-то выпускала Вторую пони коллекцию Это другая коллекция Не по пони мувику И где-то она только приехала Где-то она уже уехала Там вот классный рюкзачок А дальше все очень детское Вот Если у вас есть под боком Модис Можете заглянуть Но вроде как Уже Не новая коллекция Но это не та Что была по мувику В том году Так что Я на всякий случай Вам говорю Если вы вдруг Ее-е видели Можете написать Когда вы ее видели Вот В новости Я наверное не буду Это включать Это я тут чисто вам покажу Мало ли вам интересно будет Но там все детское И также всякое интересное Из новостного альбома Надувная Селестия В продолжении Прошлой Кейденс Это ростовые поняшки Из одного Одной из групп Московских аниматоров Вот такие Упитанные пони И Дэши с дырками Это вообще Стремота Я не знаю Вот кто реально Придумал эту шесть Я не знаю И вы не знаете И еще больше Сахарных фигурок В том На той неделе Я вам Рерити показывала Тут еще вот пинки И Дэши Там Рерити Сзади В прошлый раз показывала Короче Да Это сахарные фигурки На тортике И вот такая еще Кризи-прилочек Мне кажется Как-то я вам уже показывала Спрей И раскрасочка Вот Мне кажется Была у нас такая кризи Уже как-то Ну как-то давно Дальше Нашла я у нас Пуньи книги Нашла я у нас книгу Дневник дружбы В группу я выкладывала Несколько скринов Которые мне удалось Сфотографировать Пока меня не запалили Скринов Разворотов Вот Там есть наклейки Которые походу Надо вырезать Я не помню Но это точно наклеечная бумага То есть Она толще Чем обычные странички И это то есть Ну как бы Может быть максимум Вырезать придется Просто я не помню Я очень быстро Все это делала И я Не акцентировала Внимание Надо их Ну спустя Есть там вырубка Или нет Вот Судя по надписи Нету Не знаю Зато там очень прикольные Развороты Например Да Так и написали Что Пинки Пай Нравится Шанин Кармор И вот И все такое Вот Я выкладывала В группе ВКонтакте Так что Ну или сейчас Можете на паузу Поставить Почитать Книжка на самом деле Достаточно интересная Она стоит в районе 350 рублей Вот И там 96 страничек Вот таких цветных разворотов Про что я там Люблю Не люблю И все такое Достаточно Ну С одной стороны Может быть Немножко надуманное Но с другой стороны Почитать Наверное Достаточно Забавно Вот Тоже закинула Вишлист Потому что Я сама себе Наверное Не смогу Ее позволить Но Как книга Я считаю Достаточно Прикольно И можете Там на дни рождения Тоже себе Там У родителей Выпросить Скажите Мама Папа Хочу книжку Про девочек Из эквестрии И там По всем Вышедшим полнометражкам Четырем Вот такие странички По последним Короткометражкам Там по-моему Ничего не было Если не ошибаюсь Но я могу ошибаться Я не до конца Долистала К сожалению Вот Официальный комикс Превью 67 выпуска Про Темпес Шэдоу И я надеюсь Там будет Немножко Про Кейденс Хотелось бы Потому что Про Кейденс Не часто У нас рисуют И тем более В мультике Показывают Ну Я уже рассказывала Про то Как Темпес Приезжает В Кристальную империю В поисках Всяких там Дружбомагичных Советов И Должна она Встретить Кого-то Из своего Прошлого Что всколыхнет В ней Предмет Ее ненависти Да Что-то такое Вот И Это фотки Комикс Комиксного Издания В Японии Я вам про него Рассказывала Там Это второй том Первый выпускала Другая фирма Он неплохо Продавался Это уже Перезапуск Это не Как у нас Том Основной линейки Это том Из микросерий Соответственно Вторая половина Микросерий Про Миткоискателей Принцессы Спайка Это обложка Чтоб вы понимали То есть у них идет Супер И сама Сама книжка Вот такая Это оборотная сторона Короче Вот И что интересно Наконец-то успела На стрим Больше чем Подчеркивание Меньше чем На работе Какой-то бардак Ничего не успевают Т-подчеркивание Т-3 Т-3 Меньше Подчеркивание Больше Спасибо Мерси Большое Ну Это самое Успехов тебе Разобраться С бардаком На работе Я Тоже в последнее время В диком Цойтноте Каком-то Просто Все такое Бегаешь Такой Все горит И ты горишь Такой Ааа Вот так Вот да Так что Желаю Разобраться Чтобы у тебя Все было Побольше Времени Свободного Короче Что интересное Комикс Не отзеркаленный Он как есть Так они его Влепили Чтоб вы понимали Японцы в другую сторону Читают У них как бы Справа налево Вот А тут слева направо И надписи Тут слева направо Идут Вот если вы японский знаете То вы увидите Что надписи идут Как бы мы читаем А не как они читают Они вообще читают Сверху вниз Если на то пошло Но если переводят То Ну короче Не важно Важно то что Я так подозреваю Они не стали Морочиться с зеркаливанием Потому что Они не стали Морочиться с Отрисовкой Англоязычных надписей То есть Вот Все вот эти Латинские буквы Они не стали Заморачиваться Оставили как есть И соответственно Зеркалить при этом Невозможно Иначе будет вообще Абракадабра полная Вот так что Бедные японцы Пожелаем им Удачи Почитать эту книгу Я на самом деле Я думаю Это достаточно Как бы Ну мы же читаем Японскую мангу В оригинале Ничего так И они я думаю Приспособятся Так И И последнее Что я хотела Показать Это фанатские игры В блоге Разработчик Который пилит Battle Jam Ponies Выложил Такую вот Картиночку Он перерелисовывает Тайтлы Поняшек И я вообще Подумала Может мне стоит Поиграть Релиз игры Запланирован На осень Крис В прошлом Этого года Крис в прошлом году Проходил Первую версию Альфы Альфа Альфа Демки Вот Я наверное Ее пересмотрю Может сегодня Завтра Если я Осилю Возможно В одном из следующих стримов Может даже на следующей неделе Мы попробуем в нее поиграть Это чтобы вы как понимали Это вроде покемонов Только с поняшками Вот И поняшки Ну как бы Не совсем наши По мотивам Что называется Но достаточно прикольная игрушка Там Единственное Помню Очень много различных параметров И вот я хочу посмотреть Разберусь я в них или нет Потому что там что-то Очень все заумно было Но так бы Как вы думаете Интересно посмотреть Такую игрушечку На стримах или нет Ну вот В разговорных Я имею ввиду Во второй половине Вот И так же Пилится Спайк А Спайк не увеличивается Так что смотрите Такие мелкие Тоже из его Из блога Разраба игры Игра Спайкс тайм офф Которая новая Спайкс тайм офф Вот В общем всякие прикольные Картинки он там выкладывает И релиз этой игры Напоминаю У нас Конец лета Где-то так А может раньше Я не знаю Как сделает Так и будет Может он там Как возьмет А как сделает Вот так вот Так новости закончились Давайте посмотрю чат Если у вас есть вопросы Задавайте И приступим к розыгрышу Потом еще скриншоты покажу Настя Привет Что-то пропустила Новости Только рассказали Сейчас будем разыгрывать Эти самые Ты будешь Раскармливать Хищного города Который сидит У тебя на ферме Нет Он у меня сидит Для красоты Я его не собираюсь Раскармливать Пускай сидит Дэши прострелили Огромные пули Бедная Дэши Недавно По образцу американских Тех лет Тех лет Наши ничего нового Походу Не ну что-то пытались Там придумывать Но в основном Это все просто Перевод И лицензии Того что было Тогда Ну и сейчас там есть Но опять таки Это все достаточно Нишево идет У меня твич лагает И Тома Показывается Со смешным лицом Так 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 Пошаговая Джерпога Да Был тот Джапонис Так Так Желаю платным Подписчикам Удачи в розыгрыше Идея с пледом Провалилась Получилась Подстилочка Для кошек Кошки оценят И не переживай Так Ну вроде вопросов нет Давайте тогда Перейдем К розыгрышу Этих самых То есть так На всякий случай Напоминаю еще раз Что мы разыгрываем Два 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 Живых существа Твичасю Твичасю Кекс И кекс Черничный Это наверное Все таки мальчик Он очень большой Поэтому я буду думать Что он мальчик Начнем мы с Твичаси Я разыгрываю Среди ребят Которые были Подписчиками И донатеры От 300 рублей За май И июнь То есть я Оба месяца Выписывала На всякий случай Так Вписала Все подготовлено Только нажать Докрутить Так Все Все прямо Сели Живые Они ночью Разговаривают Да Они такие Сидят Корзинки И разговаривают Друг с другом Мальчики Мальчики Большие Но мальчики Обычно Крупнее Чем девочки Ну в среднем Конечно Не всегда Вот Но в целом Когда рисуют Например Что-то В мультиках Или что-то В комиксах Обычно Мужской пол Изображается Чуть Брутальнее Девушек Все Ладно Начинаем С Твичаси Так Приготовьтесь Пальчики Скрестите И поехали Как это Лот Один Вальтер Вальтер Ты выиграл Твичасю Ты был В радиус Чате Ну-ка пиши Я надеюсь Ты ее хочешь Забрать Это были у нас Некоторые Самоотводы Так По-моему Сейчас я запишу Себе сразу У меня Чтоб вы поняли Тоже есть Список Где я все веду Где у меня Да Вальтер У нас точно Еще ничего не выиграл У меня тут Все записано Я сейчас запишу Вальтер Ты не против Твичаси? Ты мне не Смайлики Пиши Ты не против Или это самое А то Знаю я вас Мужчин Немного Не достал Да Диаген Чуть-чуть Капелюсечку Ой Так А мне интересно Я могу второй раз Что-то разыграть? Наверное Да Наверное Надо будет Просто еще раз Щелкнуть Сейчас попробуем Я два раза Я два раза подряд Ничего не разыгрывала Хочу Но правда Это так неожиданно Хорошо Все Я тогда пишу Вальтера И Твичасю И тогда с тебя Сейчас Так Я не специально Я нажала Чтоб выключился Она не выключилась Тома такая Тома Короче Следующий У нас Кекс Ну-ка Второй раз Можно же? Да Можно Мне стыдно Что-то я не выключила Страниц Да-да Это я Вот Вы теперь все знаете Что это Вальтер Мне реально стыдно И Джил Да Джил Джил нету Сегодня по-моему Не было Да, Джил? Вот Но я думаю Что она будет рада Такому Милому существу Она нас тоже любит Все миленькое Поэтому я тогда записываю Джил Джил Я тогда сама напишу Так Кекс Джил Мои поздравления Выигрышем Не выигрышем Не расстраивайтесь Это не последний Розыгрыш Чего-нибудь Вязаного На нашем канале Все Так Джил Я сама тогда напишу Я себе главное Записала в блокнот Кому что А то я как всегда Так И мы еще хотели С вами посмотреть Скроншоты Роуз и Валет Сейчас я найду Ой Кстати У нас в этом месяце 14 подписчиков Платных Вот Если мы вдруг Когда-нибудь добьем До 20 То будет еще один смайлик Вот Главное добить А потом можно не продлять Потому что Потом Как бы Когда только достигаешь цели Она засчитывается И дальше можно Не поддерживать Это число На самом деле Так Что Скроншоты Как ты относишься К слаймам Лизунам Хочу отуслать тебе Слаймы Вместе с поняшками И скитимары крём Ой Ну я не знаю Я думаю Если Мне что-то такое Прошлет Оно будет лежать В коробке Потому что Я люблю Попрыгунчики А вот то что Липкое И вот это вот У меня в детстве Был такой И как-то Ну Так прикольно Разок в руках Подержать Но не более Да еще Отвечаюсь Да Посмотрела на кексик И захотелось Мраморного кекса Да Очень аппетитный Кексик Печалька Печалька Все Не плачьте Не плачьте Так Парализов Ответила Слышь Сначала новость О скором продолжении Восьмого сезона А потом розовая Кризия На что Тома намекает Ни на что Так Сейчас Самый эпик Будет Да По поводу Симсов Где они Тут Скрины Я вчера Уже говорила Буквально Поиграла В районе часа Потому что Это было Внепланово Я не планировала Играть Но мне так Я так устала Мне так все надоело Что я решила Таки поиграть А что за глюк А это колесо Колесное колесо Окей Поэтому я быстренько Полистаю Буквально Минут на 10 Я надеюсь Во первых Когда я Зашла в игру У меня же там Был большой сад И когда я тут Все расставила Дополнительно У меня почему-то Симы кинулись Садить все Просто все вокруг Садить Я не могла понять Что происходит Просто вот Я им ничего не говорила Они просто начали Что-то закапывать Что-то перекапывать Оказалось что Те растения Которые были Несезонные Они почему-то Остались вот На земле В форме вот Таких вот Бубочек Ну в смысле Плодов Как будто Они приготовлены Для посадки Это какой-то глюк В связи с тем Что у меня уже Был сад И они Короче начали Все это закапывать Я все это Начала их отгонять Продавать и прочее Вот Так что очень странно Иметь ввиду Что такой глюк Может быть В целом я перенесла Садик И деревья Которые несезонные Вот это раннее Ну не раннее Это середина весны Примерно Короче несезонные Деревья Которые не цветут В это время года Они вот такие Пожукшие стоят Они совсем не опадают Но они не цветут Понятное дело И Костики тоже Наполовину Ушли в спячку Дальше Валет По работе Отправилась В деловой центр Произносить речь И это было эпично Вот примерно Вот так это выглядело Шоу дождь Настояла без зонта И перед пустыми креслами Что-то очень долго Распиналось И в конце Была такая надпись Что Валет Произнесла речь Которая никого Не вдохновила Я поржала Потому что Там никого не было Серьезно Там все были В спортзале И никого не было Никто ее не слушал И вообще не поняла Смысл этого задания Честно говоря Окей Дальше Когда я вернулась домой Собака была Вот в таком состоянии Он висел в воздухе Это я просто зашла Я так понимаю Что он просто Отправлялся на пробежку С кем-то Это анимация Одевания поводка И как-то Очень удачно Я зашла Что он вот так Висел Вот Потом он Очевидно Наоборот Снялся с поводка И пошел купаться Вот да Такой плюхнулся И поплыл Короче Мы попробовали Поговорить С пугалом Это пугало Все-таки Оказывается Не просто декор Оно оживает Со временем С ним надо Разговаривать И когда вы С ним достаточно Много будете Разговаривать У него будут Открываться Новые опции В частности Он может дать Семена И в частности Если очень Очень много С ним общаться Он будет Помогать по саду То есть он будет Слазить с этого Постамента И ходить Поливать Там и все Вот это делать Вот Пока мы с ним Так долго Не договорили Еще Но я планирую Чтобы пугало У нас оживало И помогало Потому что Я уже устала С этим садом Возиться Честно Дальше У меня Очень дурное Влияние Вот этой штуки Потому что У нас уже Второй мужчина В доме Начал смешивать Напитки У него не было Этого навыка Он не Или было Подождите Он же работал Барменом Он же работал Барменом До того Как мы его Стали к себе Значит навык у него Был Но он никогда До этого обновления Не подходил К этому столу Сколько я с ним играла Там Недели две Или три Игровых Он вообще Ни разу не подходил К этому столу С напитками А тут значит Начал Вот Что уж говорить О том Что потом вы увидите Так В общем Детеныш На всякий случай Показываю Что у нас есть детеныш Если вы еще помните И он классно Декор ему не мешает В общем Все норм Симс такой Симс Да Это вот продолжение Эпичной посадки Это я не все заметила Тут оказалось Еще куча таких Бубочек Да Глюки Собака пришла из бассейна В дом Брызгаться Это уже было шоком Обычно она это на улице делает Да В общем Если Роуз постоянно пьет Коктейльчики Гэнзи То Валя То нас начала пить Коктейльчики Элоя Ааа Спаивают меня Девочек Жесть какая Фу Тень Наша милашная тень Вот Это процесс изучения растений Это она сама захотела Я ей попозже выберу Карьеру флориста Но После того как у нас Ребенок хотя бы Тоддлером станет Коты осваивает Преграды Вместо собаки Это норма Это мы общаемся с пугалом Она его передразнивала Что-то такое дело И кошка такая Господи боже мой Хозяйка Что ты делаешь? Мне уже вызывать Психиатра Или еще нет Дальше Я попробовала Цветы Конечно же делать И внезапно Роуз очень хорошо Делала цветы Сколько я на нее смотрела У нее ни одного стебелька Не было отрезано Если помните На стриме С цветочницами Они там все время Отрезали головки цветов У Роуз Несмотря на то Что у нее не было Навыка флористики Она только начала Его качать Она очень хорошо Все это делала Возможно За счет навыка Прокачки садоводства А может ей просто Повезло Вот Элой С этими стаканами Не могу теперь просто Пытался читать Второй том Археологии Он ему не понравился У него выскочил Мудлядь Что слишком Опять для него сложно Хотя он уже Первую прочел У него уже На середине Третьего навыка Или второго Неважно Короче он выпил Закрыл книжку И ушел Просто Это было так эпично Такая Фу Неинтересная книжка Я уйду отсюда Когда мы гуляли С Генрой Сейчас вам покажу Там очень классные цветы Оказывается весной Растут Композиция наша Вот Это мы Тюльпанчик Высокополигональный Посадили Пока еще не вырос Еще прикол Короче представляете Сима может укачать На качелях Роу сама залезла На качели Покачалась там А потом побежала Извините в туалет Тошнить Потому что Я не знаю Ее реально укачало Там появился Мудлет С тошнящим смайликом И типа там Что-то Головокружение Или что-то такое Было написано Короче Ее укачало На качелях Это просто Что скачет Вот надо быть Таким лузером По жизни Цветы Весной На тех Проталинах Где трава Оказывается Появляются цветочки Это очень мило смотрится Потому что Мы с вами Как-то Не заметили Такие вот Классные цветочки На зеленых участках Очень так Мимишно смотрятся КТ Грустит Мы ее кстати Скоро отдадим Я думаю Другую семью Ну соседям Нашей гей паре Любимой Гензи Пришел с работы Дальше села работать Эти погуляли Она начала играть Собака Начала бояться Чего-то ей не нравится Как играет Валет Такая Не-не-не-не Не играй Но Эло Ее успокоил Генри И позанимался С ним На Я не знаю Раскачаем мы Когда-нибудь Собаку Или нет КТ Больше няшной КТ Она просто сидит И за всеми Наблюдает Честное слово Я просто Такая Это Собака Наступил На хвост КТ Как вторую кошку Зовут Я не помню Как-то на языке Крутится Я забыла Как вторую кошку Зовут Ну ладно Не важно Вот Короче На хвост Наступил Это было мило Вот Собачка Наподобие Вайнона Та же Пастущая Овчарка Прибилась К нам К дому И Мы с ней Тоже подружились Я не знаю Возможно Я отдам Кошку Соседям Потом возьму Собаку И позже Тоже ее Соседям Отдам Что очень Милая Собачка Такая А еще Валет Играла До темна А это все-таки Весна Она такая Че-то холодно Че-то я Замерзла Вот Она реально Замерзла И побежала В дом Потому что Она как бы Не в теплой одежде Стояла на улице И еще один Сладебный букет И все И все Это все Живое чучело Да Это чучело Помощник И я планирую Пугало Планирую С ним потом Позаниматься Собака В подвешенном состоянии Пять минут Позора Это дипломерный Специалист Вконтакте А я разве Опять я не выключила Пардон Сейчас выключу А Нет Он Че-то Вы Подождите Сейчас Давайте Сделаю Вот так Сейчас вы Услышите Меня два раза Оп Не услышали Так Вот теперь Должен появиться В микшер Все Теперь Точно Выключим Когтя Что-то Равиалин Пришел Я не видела Когда Равиалин Пришел Ты пришел Ломать колесо Но не сломал А вот Ты пришел Да Привет А ты пришел Как раз На моменте С колесом Наверное Там есть ребенок Да Это ребенок Роуз И Гэнди Она Буквально В прошлой части Месяц назад Его родила Мальчик Алекс У меня Симка родила После младенца Сразу школьник Эдель Если ты Через Ориджин Ставила Скачай Все патчи Которые выходили После После выхода Игры Там Тебе Ориджин Сам Должен Продолжить Потому что Тоддлеры Выходили Патчем И его Надо Скачать Но вообще Я думала Что Когда Игру Покупаешь Через Ориджин Там уже Включены Все патчи Ну Последние Короче Тоддлеры Выходили Потом Вот И докачают И докачают Что Не докачано Тоддлером Да Тоддлер Малыш В Симсах Это Тоддлер Вы не поверите А кошки Могут вызвать Психиатра Ой Эти точно Могут вызвать И психиатра И Того самого Сантехника Элой Да Сразу вспомнила Да Да Элой Как и Элой Из горизонта Кто беременный Нет Она не беременна Ее просто Укачала Мы качали Кто беременный Тайра Точно Тайра Кошку Кажется Так Ну про младенца Сказала Попробуй проверить Патчи Потому что Вообще Так конечно Быть не должно Там О всех Берет с улицы О тоже Симса Размножается Делением Да нет Вроде Все Давайте сделаем Тогда перерыв Мы как раз Часик почти Постримили Я сейчас Вам включу Quest Regirls В фоне Вот И единственное Что при этом Я не смогу Загружать Слаймранчер Поэтому Когда я приду Я еще потрачу Минуты две На загрузку Слаймранчера Вместе с вами А вы пока Будете смотреть Как я сижу И загружаю Слаймранчер Да